Хочу с вами говорить на тему, которая называется «Бог мой отец. Отцовство Господа Бога». Бог по натуре – Он Папа. Самые выраженные Его качества – это Бог Он Отец. Бог всегда хотел выразить Себя и выражает Себя как Папа. И поэтому, поскольку это самое выраженное качество Его, хотим, не хотим, самое сильное, влияющее на нас явление в жизни – это наличие или отсутствие Папы в нашей жизни. Мы можем признать, не признать, но присутствие Папы или его отсутствие на нас очень сильно влияет. Послание к Эфицианам 3 глава 13 стиха. Библия говорит по 16. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». В 16 стихе говорится, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Заметите, все Папы и всякое Отцовство, которое где-либо есть, имеет свое начало в Господа, в Господе Боге. Оригинальный Папа – это Господь Бог. Он образец. Он источник понятия Отец. Но при этом же самый близкий у Него – это человек. То есть Бог дает всем быть Отцами, но из всех семейств, какие бы ни были на земле или где-либо, самое близкое для Него – это человек. Вы знаете, что интересно? Библия говорит так, «Бытие 1 глава с 21 по 27 стих, «И сотворил Бог рыб, больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякая птица по роду ее, или по семейству его. И Бог посмотрел, ему понравилось, а что им дальше? И был вечер, и был утро, день 5. И создал Бог зверей по роду их, по семейству их, скот по роду его, коровы, коровы, гады по роду их, и увидел, что Бог все это хорошо. То есть, Бог создал разные эти семействы, всякие. И когда Бог все это закончил, Он захотел создать еще один род, еще одно семейство. 26 стих. И сказал Бог, «Теперь сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть, Бог решил создать по своему роду. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Мы с вами созданы отстаивать свой род. Моего рода, моего народа, мы представляем Господа Бога. Скажите со мной, аминь. Вот, заметите, получается, что Бог настолько хотел иметь свой род тоже, что Он создал свой род. И Он хотел, чтобы у Него были дети. И что интересно, когда Бог создал человека, согласно бытие 2 глава, с 8 стиха, «И насадил Господь Богу рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». 16 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Заметите, как Папа, Он дал человеку три вещи сразу. Первое, Он давал ему питание, чтобы он ел. Обеспечение, которое ему надо, этим занимаются отцы. Они обеспечивают, они дают питание, они дают одежду, они решают вопрос обеспечения. Второй вопрос, который решил, сделал Господь Бог, Он давал человеку наставление. А третий, Он давал человеку общение. Заметьте, три важные качества Бога, как Отца с самого начала. Кто-то меня спрашивал, пастор Генри, «А почему ты думаешь, что наставление отцов лучше, чем мамы?» Я сказал, «Я так не думаю». Я говорю, «Вообще, я слышал некоторые мамы, у них наставление в 20 раз лучше, умнее, чем наставление папы. Я такое слышал. Вы тоже? Но почему-то дети внимают больше наставления папы. А потому, что папа, он образ отцовства Господа Бога. Я не сказал, что отец умнее говорит. Нет. Он даже иногда не умнее. Но почему-то вот мужской голос так Бог создал, чтобы оно внушало доверие детям. И чтобы крайне слушали, они поверили. Когда нет питания, мы умираем. Нет общения, мы становимся нищими внутри. нет наставления, мы становимся безнаправленностью. У нас безнаправленность появляется, и мы испорчены. Люди, которые никогда не слушают наставления ни от кого, по натуре испорчены и эгоисты. Один из самых лучших методов, который Бог создал, чтобы мы не были эгоистами на земле, это чтобы мы поддавались наставлению. И вот смотрите, что произошло с человеком. Вот. Человек же, когда Бог это сделал, давал человеку наставления, давал человеку общения, питания, обеспечения. Человек, поскольку создан по роду и по подобию Божьему, он сделал неправильный выбор. Что же человек сделал? Человек решил, самовольно, он вышел на прогулку, когда он ходил на прогулку, он решил с помощью дьявола, сатаны, решил попробовать то одно дерево, которое ему запретили. Как только человек вошел в общение с дьяволом, он начал получить наставление уже не от Бога, а от дьявола, и он начал есть не то, что предлагается Богом, а то, что предлагается кем? Дьяволом. Смотрите, как написано в Бытие, третья глава первого стиха, говорится здесь, змей был хитрее всех зверей и полевых, которые создал Господь. И вот змей пришел и говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Он же знает, что именно сказал Бог, но он специально как-то хитро все преподносит для того, чтобы жена, женщина вошла в беседу. Ева рассказала дьяволу, они вошли в дискуссию. И дьявол начинает давать наставления. Первое наставление дьявол говорит в четвертом стихе, нет, не умрете. Он дает контр-информацию, другую информацию, не ту, которую она получила от Бога, контр, против. Пятый стих. А Бог знает, что в день, который вы вкусите, открываются ваши глаза, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. Он не сказал, что Бог врет прямо, нет. И как только дьявол дал свое наставление, глаза жены начали видеть то, что раньше не видела. Раньше она этого не видела. Не все на этой земле надо видеть. Не все надо знать. Не все должно прийти к тебе. Некоторые информации лучше, чтобы не знать. Это лучше. Я пришел к пониманию, что мне не надо всей информации. Не нужно. Потому что личная информация рождает во мне мучения, которые мне не надо было бы. Лучше мне знать только то, что мне надо, а остальное извините. Знала ли Ева, что Бог запретил? Да. Знала ли Ева, что Бог против? Да. Знала ли Ева, что Бог сказал вы умрете? Да. Оказывается эмоциональная вовлеченность сильнее, чем умственное знание. Оказывается эмоциональное душевное вовлечение оно сильнее, чем просто знаю. Не только в хорошем, но и в плохом. Не только в плохом, но и в хорошем. Поэтому если человек возлубит Господа Бога всем сердцем, всей душой, можно как Павел, который сказал, я все, что в этой жизни посчитал за ссор ради преимущества, вы понимаете, познание Его. Почему это произошло? Он влюбился в Иисуса. Многие христиане не влюблены в Господа Бога. У них есть информационное понимание. Они знают, что Бог хочет. Они знают, против чего Он выступает, но душою не вовлечены Богом. Поэтому с открытыми глазами они идут против того, что Бог сказал, зная, что это неправильно. Но делая все равно. Причина душа, куда душа прилеплена, туда идут. Вот смотрите, и получается, человек с этого момента поменял источник наставления, общения и еды. И ушел человек от Отцовства Божия и оказался дитем сатаны. И мы потерялись. И все человечество с этого момента между Богом Отцом появилось с человеком появился большой барьер. Я знаю многие люди, у которых они с кем-то общаются, потом вдруг появляется барьер. Обычно это потому, что поменялся источник наставления, источник общения, источник внутреннего питания. И вот это создает барьер. Всегда. Оно неизбежно. оно на автомат приходит. Осторожно! Кто является источником информации. Смотри, кого слушаешь и откуда берешь наставление. Потому что это хочешь не хочешь повлияет на твою жизнь. Или положительно, или негативно. Оно неизбежно. Что интересно, оно не сразу. Оно может быть время пройдет и скажет, ой, я съел, меня заври, Ева, я не умерла, значит, Бог обманывал. Не, Ева, ты празднуешь рановато, смерть наступила. Ты просто еще не ощущаешь. Человек ушел от Бога. Мы стали чужими для Бога. Мы потеряли отцовское влияние. Создалось барьеры между мною и Богом. Но Бог так возлюбил человека. Почему? Мы его род, мы по подобию его, мы его дети. И Бог начал планировать, как нас вернуть. Скажи со мной, слава тебе, Господи. Он сам начал искать, как мне вернуть к себе. И поэтому Бог решил, как помочь человеку. Я его люблю. И эта любовь двигала Бога к тому, чтобы принять решение спасать человека и вернуть человека обратно к себе. Это он решил этот план спасения. И он открыл нам двери обратно к Богу, обратно к Отцу и обратно к Его Отцовству. Первая Петра, первая глава, 3 по 4 стих Библия говорит так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Как Он нас возродил? Он нас возродил через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. В отношении Бога к нам Он учитывает нашу способность быть ослеплены. Когда мы не ведаем что творим с надеждой что проснемся. Главная надежда у Бога что придет пастор Генри с откровением от Бога с помазанием Духа Святого что-то скажет и ты проснулся. Потому что если не проснется это все. Заметите что Иисус говорит они не ведают. Оказывается Бог так любит человека и поэтому Библия говорит Евангелие от Иоанна 1 глава 12-13 стих написано так что а тем которые приняли его верующие во имя его дал им власть или право быть детьми Божьими которые 13-13 не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от Бога родились заметите во Христе Иисусе отцовство которое было между Богом и Адамом в самом начале когда еще дьявол не вошел в картину это отцовство полностью вернулось назад и снова всякий кто принимает Иисуса Христа становится Божьим дитем и он возвращается в то оригинальное положение где Бог был не просто Богом а Отец и человек становится дитем и снова я его ребенок Бог открыл дорогу и написано Кремль нам 8 15 когда он всякий кто принимает становится Божьим дитем и он нам дает не духа рабства мы не приняли духа рабства который был раньше чтобы опять жить в страхе но приняли духа усыновления которым вызываем ава отче когда говорим ава отче это говорит о том что Бог не просто отец который уехал на север на заработки это Бог отец который близкий скажите он близкий скажем он со мною смотрите Бог дал нам духа его чтобы он нам помог пережить Бога рядом чтобы он стал недолокий а мой Бог и когда трудно ты можешь ему говорить как будто это родной отец который рядом он близкий он любящий он заботится он защищает он благословляет наш небесный отец щедрый скажите мой Бог щедрый во Христе Иисусе он выразил свою любовь смотрите как написано к римлянам 8 глава 30 по 34 стих кого предопределил тех призвал оправдал и прославил что же сказать на это если Бог за нас то кто против нас тот который сына своего не пошадил но предал его за всех нас как с ним с Иисусом не дарует нам и всего какой он щедрый он дарует нам что все притом наше все оно разное в зависимости от наших нуждах он выразил нам во Христе Иисусе все он дает свою любовь он даст нам все что нужно для жизни короче он супер папа но с Богом мы дома с Господом Бога мы приняты Господь Бог Он настолько нас возлюбил что мы можем к Нему прийти в любое время в любой момент как дети приходят к Отцу и просить Бог Он супер папа мы можем просить мы можем стучать мы можем искать когда мы имеем дело с нашим Отцом Он всегда даст откроет дверь и Он даст нам найти Он даже ближе и сильнее чем земных Отцов почему потому что всякое Отцовство от Него идет земной папа всего-навсего является продолжением действия небесного Отца а если вдруг земной папа проваливает дело или умер или пьет колется сбежал из дома чтобы не произошло там или выгнали его из дома неважно что произошло но его нет Бог супер папа смотри как написано вот бытие 37 глава 32 стиха по 35 и послал это Иосиф с братьями моего и послал разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали мы это нашли посмотри сына ли твоего это одежда или нет и узнал ее и сказал одежда сына моего хищный зверь съел его верно растерзан Иосиф земной папа он поверил неправду даже я бы не торопился поверил я бы маленькое расследование сделал а он земною ограниченный поверил первое слово я как пастор это одно из вещей чему я научился если бы Яков был пастором провалил дело он поверил слов первых кто пришел мне так жалко Иосифа родной папа решил что его больше нет умер хороню забываю мои эмоции к Иосифу больше не направляется он умер а он живой и он надеется да братья меня продали но может папа что-нибудь сделает нет папа тоже похоронил Иосиф было легче потому что он-то не знал решения папы а мы с вами бываем решения папы нам сообщают решения мамы нам сообщают ты мне больше не сын ты мне больше не дочь такая как ты дочь сын не нужен мне мы это слышим и это режет наши сердца это бьет нас сильно внутри это настолько это удар настолько что бывает в жизни пытаясь поднять голову и не получается и за удар слов родителей 39 глава 2 стих суперпапа заметил ситуацию продан Иосиф оставлен и господ бог был с Иосифом Иосиф даже не ожидал Иосиф подумал конец его судьбы конец его жизни а потому что земной папа земные родители неважно возможно папы в живых нет даже когда все ушли он с нами и библия говорит он изливает свою любовь в сердце наши духом святым ты не сирота ты принят в его присутствие ты дома я понимаю что тебя бросили возможно муж бросил жена бросила дети бросили родители бросили возможно они бросили но они ведут себя как будто хотят тебя бросать возможно словами бьют возможно кулаками бьют возможно обещали но не выполнили и ты ждешь и ждешь и ждешь и кажется ничего у меня есть новость есть папа чьи руки притянут к тебе и он любит тебя и как иосиф который бросили оставили он говорит я здесь и помогу тебе и дам тебе успех дам тебе защиту бог он с нами он проходит вместе с нами и он поможет главное держись за папой христианская церковь победа приглашает всех желающих на богослужение которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов а также в среду в 19 часов ожидаем вас по адресу Киев улица Малинская 16 недалеко от станции метро Академгородок пишите нам по адресу 01001 город Киев абонентский ящик 53 если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36 36